Какие признаки должны заставить врача заподозрить первичный иммунодефицит? Да, действительно, осторожность значительно возросла во многом благодаря нашим образовательным мероприятиям, нашим я имею ввиду как большую группу иммунологов и детских и взрослых за последние годы. Ну, если ответить на ваш вопрос конкретно, то есть признаки первичных иммунодефицитов настораживающих. Безусловно, человек не обязательно должен иметь первичный иммунодефицит, если у него есть один из этих признаков, но если у него есть комбинация, то, конечно, шансы больше, и тогда такого пациента, будь то ребенок или взрослый, необходимо направить на обследование коммунового. Ну, во-первых, это тяжелые инфекции, такие как повторные воспаления легких, повторные инфекции системные, например, менингит или сепсис, или, допустим, гнойные инфекции мягких тканей, например, абсцесс. Это инфекции, которые вызваны так называемыми условно-патогенными возбудителями. Грубо говоря, такие микробы и вирусы, которые у здоровых людей не вызывают инфекции. И, в частности, в том числе и инфекции, вызванные вакциной БЦЖ, поскольку это живая вакцина, или, допустим, живой вакциной полимелит. За последние годы очень сильно изменилось представление об иммунодефицитах с точки зрения того, что это теперь уже мы понимаем не только инфекции, но и симптомы так называемой иммунной дезрегуляции. На самом деле сам термин иммунодефицита тоже уже уходит в прошлое, и мы все чаще используем термин врожденные ошибки или врожденные дефекты иммунитета, потому что иммунодефицит подразумевается, что чего-то не хватает. А иногда дефекты иммунитета приводят к избыточному ответу иммунному на собственную ткань, то есть аутоиммунным заболеванием. И, соответственно, еще одно проявление иммунодефицита или врожденных дефектов иммунитета – это аутоиммунные проявления либо их комбинация, допустим, с поражением клеток крови и с поражением почек, либо какое-то атипичное течение, допустим, слишком раннее начало или плохой ответ на стандартную терапию, потребность сменять терапию многократно, чтобы достичь улучшения или вообще недостижения, улучшения, несмотря на многие виды терапии. Ну и, безусловно, конечно, здесь затрагиваются и семейные истории, я имею в виду признаки, поскольку мы говорим о генетически обусловленных, наследуемых заболеваниях, то очень важно собирать так называемый семейный анамнез. И если в этой семье есть либо пациенты с уже подтвержденным иммунодефицитом, либо пациенты, допустим, дети, которые умерли в раннем возрасте с вот этими подозрительными симптомами, допустим, от тяжелых инфекций, от тяжелых аутоиммунных заболеваний, или еще один момент, онкологические заболевания, которые тоже не соответствуют возрасту. Например, есть, допустим, привычно детские опухоли и привычно взрослые опухоли. Но это не значит, что они никогда не встречаются у детей, но они встречаются намного реже. И, соответственно, такие пациенты, они тоже заслуживают особого внимания, если, допустим, какое-то онкологическое заболевание развелось не в том возрасте, к которому врач-онколог привык. Значит ли это, что первичный иммунодефицит прежде всего инфекционный синдром? Нет, мне бы хотелось, чтобы врачи понимали, что и инфекции, и аутоиммунные проявления могут быть признаками иммунодефицита. Это может быть сочетание, допустим, когда мы говорим о человеке, который часто болеет тяжелыми инфекциями, плюс у него есть аутоиммунная патология. Но это могут быть и люди, дети или взрослые вообще пока что без инфекционных проявлений, а просто с упорно текущими аутоиммунными или воспалительными заболеваниями, без инфекций. И именно это, собственно, мы и пытаемся сейчас донести до педиатров. Именно это то изменение, о котором я говорила, изменение концептуальное в понимании ошибок иммунитета. Насколько утяжеляется симптоматика первичного иммунодефицита по мере его прогрессирования? Как правило, все иммунодефициты с возрастом становятся тяжелее, если вообще человек доживает до какого-нибудь возраста. Потому что на самом деле мы говорим о том, что многие из них смертельны в очень ранном возрасте, в первые месяцы или в первые годы жизни. Поэтому здесь даже не приходится говорить о какой-то модификации картины клинической, а просто о том, что это очень быстро все заканчивается без правильного лечения. Наблюдается ли случай, когда первичный иммунодефицит попадает в поле зрения терапевта, а не педиатра? Да, мы именно об этом тоже говорим сейчас, что первичный иммунодефицит это не обязательно болезни детей. Ну, во-первых, есть дети, которые доживают до взрослого возраста, либо с помощью врачей, либо не зная о своем диагнозе, к сожалению, страдая от многочисленных осложнений, но все-таки переваливая 18-летие. Но на самом деле есть еще один очень важный момент. Многие генетические дефекты иммунной системы могут впервые дебютировать во взрослом возрасте. То есть у нас есть группа пациентов, когда они приходят ко взрослому специалисту, он их спрашивает, и они рассказывают про длительную историю болезни с самого раннего возраста. Но есть люди, которые говорят, что они заболели год назад. И вот эти все симптомы укладываются в этот короткий год, или два, или три, к сожалению, в зависимости, когда они попадут к нужному человеку, который услышит их. И в детстве у них ничего такого особенного не происходило. Такое тоже бывает. С 2017 года функционирует регистр пациентов с иммунодефицитом. Насколько он помогает в организации лечения пациентов? Ну, собственно, мы очень хотели организовать этот регистр многие годы, потому что мы думали, что он нам поможет. И, собственно, регистр оправдал наши ожидания со многих позиций. Ну, во-первых, наверное, важно, когда мы обращаемся к различным государственным органам, посчитать всех наших пациентов. Посчитать их по регионам, по разным диагнозам, по потребностям в тех или иных препаратах. Пока что государство не очень интересуется этой информацией, не очень хочет ее слышать от нас, но я надеюсь, наступит то время, когда все-таки услышат, и тогда эти цифры будут важны. Регистр очень важен как некий инструмент, объединяющий врачей, участвующих в этом регистре. Потому что одно дело, ты знаешь, что есть какой-то федеральный центр, другое дело, когда вы регулярно собираетесь, обсуждаете своих пациентов, знаете этого человека в лицо или всех этих людей в лицо. Это совершенно другой уровень общения, другой уровень легкости маршрутизации и так далее. Ну и, собственно, регистр оказался очень удобным инструментом, чтобы вообще понимать с точки зрения дальнейших образовательных и организационных мероприятий. Например, мы знаем, что есть 10 групп первичных иммунодефицитов, глобальных больших групп. Ну и среди них есть отдельные заболевания, их на сегодняшний день уже больше 400 наименований. Когда мы смотрим в регистре, мы, например, видим, что есть регионы, в которых в каждой группе есть по нескольку пациентов. Это значит, что врачи, в принципе, представляют, как выглядит и одна группа иммунодефицитов, и другая. Все-таки у них есть определенные особенности. С другой стороны, мы смотрим на регионы и видим, что там, например, есть болезни, больше похожие на аллергические заболевания, например, наследственный ангеневротический отек, а других практически нет. Это говорит о том, что люди этих заболеваний не знают и, соответственно, не выявляют этих пациентов. Это не значит, что там таких пациентов нет. Это заболевание, которое не зависит ни от климата, ни от географии, ни от каких-то вредностей. Эти пациенты есть везде. И, соответственно, тогда мы можем направить наши организационные и образовательные усилия, скажем, если мы говорим о том, что не выявляются пациенты с какими-то частыми симптомами нарушений крови, то мы можем пойти к гематологам и прочитать им лекции. Или, например, люди, которые страдают больше инфекциями легких. Мы можем пойти к пульмонологам и рассказать им про эти мероприятия. Или, наоборот, напроситься на их конференцию и сделать там свою сессию про эти заболевания. Это очень полезный, оказалось, инструмент. С чем связано развитие вторичного иммунодефицита и каковы его проявления? Ну, мне кажется, здесь, наверное, важно все-таки договориться о терминологии. Что и как называется. Первичный иммунодефицит – это когда есть генетический дефект, либо мы его вывели, либо мы его подразумеваем, и эта генетическая поломка привела к нарушению работы того или иного звена иммунитета. Это не значит, что пациент обязательно заболеет в первые месяцы или дни жизни. Как я уже сказала, иногда первичные иммунодефициты могут впервые стартовать в более старшем возрасте. Какие-то компенсаторные механизмы до этого работали, а потом вот уже все, они истощились, и пациент, наконец, проявил свое заболевание. Вторичные – это те, которые возникли под влиянием каких-то внешних факторов. Но эти внешние факторы, они вполне конкретные, они вполне описаны. Ну, например, вирус иммунодефицит человека – это то, что поражает иммунную систему и, соответственно, вызывает вторичный иммунодефицит. И эти понятия путать не стоит. Другими причинами вторичных иммунодефицитов может быть, например, химиотерапия. Если пациент заболел онкологическим заболеванием, он получает химиотерапию, и, соответственно, у него временно развивается вторичный иммунодефицит. Ну, и, допустим, еще могут быть облучения, какие-то другие заболевания с потерей белка, например, кишечные заболевания, почечные заболевания. Что мне хотелось бы подчеркнуть, что понятие вторичный иммунодефицит, оно в некотором роде стало заезженным в медицинской практике. Все, что не очень понятно, когда с пациентом что-то происходит необычное и стандартное, любят называть вторичным иммунодефицитом. Почему? Ну, потому что это просто. Не нужно делать никакую генетику. Есть вроде бы какой-то диагноз. Ну, и, наверное, в общем-то, более-менее все довольны. Когда диагноз назван, обследования дорогостоящие не нужны, неплохо. Другое дело, что, конечно же, не бывает вторичных иммунодефицитов без причины. То есть человек не может просто так ходить в детский сад и потом заболеть вторичным иммунодефицитом. Должна быть причина. То есть тот доктор, который ставит этот диагноз, он должен для себя понимать. У него вторичный иммунодефицит, потому что у него болезнь почек, он теряет белок, и у него нет иммуноглобулина в связи с этим. Или он лечится от лейкоза, и у него вторичный иммунодефицит. И вот это, конечно, очень важно. Симптомы будут те же самые. Иммунная система, она одна и та же. Не важно, страдает она или из-за генетического дефекта, или страдает она из-за каких-то внешних факторов. Поэтому, на самом деле, изучая пациентов с первичными иммунодефицитами, когда мы четко знаем локализацию дефекта и представляем, как это все развивается с точки зрения ипотогенеза в том числе, во многом нам помогает понять, как лечить, как диагностировать пациентов с вторичными иммунодефицитами, когда может быть немножко смешанная картина. Потому что, например, химиотерапия, она воздействует на разные звенья иммунитета. Она не всегда точечно-локально воздействует. Противопоказана ли детям с первичным иммунодефицитом вакцинация? Ну, в основном, если мы поставили уже диагноз первичного иммунодефицита, то дальше есть у кого спросить. Как правило, есть иммунолог или группа иммунологов, которые этот диагноз поставили, которые так или иначе пациенты наблюдают. И, наверное, самый простой ответ на ваш вопрос – стоит спросить иммунолога, того, который ведет этого пациента. Почему? Потому что, когда мы говорим про группу из более чем 400 заболеваний, то я не могу дать однозначный ответ про всех этих пациентов. Иммунодефициты бывают очень разные. Бывают те, которым очень полезно и нужно вакцинироваться. Бывают те, которым полезно вакцинироваться только определенными видами вакцин. Бывают те, которым вакцинация, в общем-то, не навредит, но, скажем, инактивированными вакцинами, но и не поможет тоже. И не стоит тратить усилия и средства. Поэтому, конечно же, у меня нет универсального ответа на ваш вопрос. Ну и, наверное, короткий ответ – спроси иммунолог. Нету каких-то общих, что нельзя никогда или можно всегда.